В первой сцене сериала мы видим студентов второго курса Академии Магии Тристана в их классе. Учеников приветствует в школе одна из их учительниц, миссис Шеврес. Она будет отвечать за лекции о земле в течение года. Она называет свое прозвище и задает классу простой вопрос. Она спрашивает, какими видами стихийной магии они владеют. Самый харизматичный и уверенный в себе мальчик в классе, Гиш Грамон, встает, чтобы ответить. Он говорит учителю, что есть четыре стихии – огонь, вода, земля и ветер. Учитель благодарит Грамона за правильный ответ. Прозвище Грамона – Гиш де Грамон. Чтобы показать классу, из чего состоит магия земли, она достает три камешка и превращает их в медь. Это удивляет класс, потому что при правильном знании магии земли они действительно могут превращать камни в золото. Учительница хочет, чтобы кто-нибудь выполнил то, что она только что сделала. Она поднимает глаза и просит помочь девочку с розовыми волосами, сидящую в конце класса. Эту девочку зовут Луиза Виллер, и она главная героиня этой истории. Сразу же после того, как учитель выбирает ее, класс начинает ворчать. Они уговаривают ее не выбирать Луизу. Луиза настаивает на том, что она способна выполнить простое заклинание. Одна из учениц, Табита с голубыми волосами и длинным посохом, просто выходит из класса. Луиза выходит вперед и достает свою волшебную палочку. Она поднимает руку, чтобы произнести заклинание, но происходит неожиданное. Сейчас в кабинете директора мистер Осмонд занят флиртом со своей секретаршей Лангвиль. Похоже, он делает это уже не в первый раз. Он рассказывает своему ассистенту о том, что на следующий день у студентов второго курса состоится церемония призыва. Это церемония, на которой они должны призвать своих фамильяров. В конечном итоге фамильяры останутся с ними на всю оставшуюся жизнь. Осмонд и его ассистент находятся в самом разгаре событий, когда слышат вдалеке взрыв. Эта парочка сразу понимает, кто несет за это ответственность. Это никто иная, как Луиза. Похоже, что Луиза спровоцировала взрыв, когда пыталась практиковать магию Земли. Ученики кричат на нее за то, что она всегда и во всем терпит неудачу. У нее еще даже нет прозвища. На данный момент ее прозвище – нулевая Луиза. После этого ее вызвали в административную комнату, но не наказали, потому что они считали, что это была вина учителя. Класс предупреждал ее, но она не послушалась. Однако она очень уверена в себе и в том, что ее церемония вызова пройдет успешно. День призыва уже близок, и мистер Кольбер собирает студентов второго курса. Студент первого курса, который решил попробовать свои силы, вызвал Багбира, и это всех удивляет. Граммант выходит вперед и также вызывает своего фамильяра, но это было совсем не то, чего он ожидал. Керчи – рыжеволосая девочка, и она вызывает страшную саламандру в качестве своего фамильяра. Последней на очереди стоит Луиза, и она даже боится проводить церемонию призыва. Весь класс, как обычно, уже ожидает взрыва. Луиза произносит заклинание призыва и активирует свою палочку. Появляется большое облако пыли, а когда пыль оседает, мы видим лежащего на полу мальчика с невинным видом. Похоже, Луиза призвала человека в качестве своего фамильяра. Мальчик открывает глаза, но оказывается, что он не понимает их языков. Он, по-видимому, из Японии. Луиза спрашивает учительницу, может ли она еще раз провести ритуал, но она говорит нет. Ты можешь провести его только один раз. Луиза вынуждена признать мальчика своим фамильяром. Она подходит к нему и целует в губы. Ему становится жарко, и Луиза показывает, что на его теле вырезана знакомая руна. Он смотрит на тыльную сторону своей ладони и видит там знакомую руну. Мальчик теряет сознание от сильной боли, которую он испытывает. Проснувшись, мальчик верит, что ему все это уже снилось. Именно в этот момент он поворачивается в сторону и видит, что Луиза смотрит на него. Поскольку они не понимают языков друг друга, Луиза пытается заговорить с ним с помощью действий. Она снимает свою униформу и бросает ее мальчику, прося его постирать ее. Мальчик начинает кричать, потому что понятия не имеет, где он находится. Луизе нужно немного тишины, и она решает, что достаточно заклинания. Она накладывает на мальчика заклинание, которое все равно заканчивается взрывом. Как только пыль оседает, дуэт потрясен, обнаружив, что теперь они могут понимать друг друга. Луизе только что снова не удалось наложить заклинание молчания. Однако это обернулось победой, потому что теперь ее фамильяр мог ее понимать. Мальчик говорит, что его зовут Хирага Сайта. Луиза говорит ему, что именно она призвала его как своего фамильярного духа. Он смотрит на тыльную сторону своей ладони, чтобы убедиться, что там действительно есть руины. Тем временем мистер Колберт в библиотеке просматривает книгу. На руке Хираги внутри книги изображен тот же самый рунический символ. Колберт говорит о том, что нужно срочно сообщить директору, пока не стало слишком поздно. Луиза объясняет Хираге все, что ему нужно знать о том, где он находится. Он приходит в смятение, полагая, что его похитили фанатики. Он бросается бежать. Пробегая через здание, он натыкается на Гремонта. Он пытается проскользнуть мимо Гремонта, но безуспешно. Хирага продолжает бежать, чтобы Луиза его не поймала. Ему удается выбраться за пределы здания, где он видит веселящуюся керчи. Он пытается сбежать, но Гремонт хватает его с помощью заклинания левитации. Когда он парит в воздухе, до Хираги доходит, что он действительно не в Японии. Это совершенно очевидно, потому что на небе две луны. Хирага рассказывает о том, как он оказался в этом новом мире. Он шел по улицам Токио, когда перед ним загорелся зеленый свет. Он дотронулся до него и в итоге его затянуло внутрь. Вот так он перенесся из Японии в совершенно новый мир. Чтобы Хирага снова не сбежал, Луиза надела ему на шею цепочку. Она ожидает, что он будет послушным, потому что она его хозяйка, а фамильяры должны подчиняться своим хозяевам. Луиза также не верит, что существует другой мир, который называется Земля. Луиза снимает с себя одежду и говорит Хираге, чтобы он постирал ее к завтрашнему утру. Она кладет свое нижнее белье в корзину для стирки, и это шокирует Хирагу. Он спрашивает Луизу, не возражает ли она раздеться перед парнем. Луиза утверждает, что видит в Хираге не парня, а своего знакомого духа. Хирага отказывается стирать белье. Луиза угрожает ему голодом. Она говорит, что не будет его кормить, если он откажется подчиняться. Она должна заботиться о ней, но он тоже должен выполнять все ее команды. У Хираги нет другого выбора, кроме как плыть по течению, поскольку ему некуда бежать. На следующее утро Лао Цзы просыпается и обнаруживает, что Хирага постирала и выгладила ее одежду. Она даже просит его надеть ее на себя. Она утверждает, что аристократы больше ничего не делают сами, если у них есть слуга. У Хираги нет другого выбора, кроме как ответить ей. Он надевает на нее одежду и в награду она снимает цепочку с его шеи. В конце концов ему некуда бежать. Им обоим пора идти завтракать. Они прибывают в обеденный зал и Хирага впечатлен обстановкой. Еда, которую там подают, кажется очень вкусной. Все присутствующие в зале не сводят глаз с Луизой и ее упрямого фамильяра. Хирага пытается сесть, но паршивец останавливает его. Она сообщает ему, что только аристократам разрешается сидеть на стульях. Он будет сидеть на полу, но при этом ему дадут съесть только кусочек хлеба. У него нет другого выбора, кроме как съесть хлеб. После того, как они выйдут из столовой, Луиза скажет им, что у студентов второго курса в этот день нет занятий. От них требуется наладить отношения со своими близкими. Хирага видит знакомого Кирха и ему становится страшно. Кирчи уверяет его, что знакомые послушны своему хозяину и не пойдут дальше того, что им скажет хозяин. На собрании Хирага пугается, когда видит знакомого и натыкается на служанку. Служанка несет торт Гичу. Хирага извиняется за то, что он сделал. Похоже, что все уже знают о Хираге. Человек был призван как фамильяр. Горничная представилась как Сиеста. Она объяснила Хираге, что те, кто может творить магию, являются аристократами, в то время как те, у кого нет магии, являются плебеями. Именно по этой причине она работает горничной в кампусе. Хирага понимает, что Сиеста собирается отнести торт Гичи и хочет отомстить за то, что он сделал с ним прошлой ночью. Хирага предлагает взять торт вместо нее. Хирага видит, как он разговаривает с девушкой по имени Монтгомери и у него уже созрел коварный план. Когда он угощает Гича тортом, он упоминает, что видел его с другой девушкой накануне вечером. Монт немедленно начинает ревновать, когда слышит это и требует ответа от своего парня. Гич утверждает, что Хирага лжет. Как раз в этот момент появляется студентка первого курса Кэти, с которой Гич также встречается. Это очень быстро перерастает в ссору влюбленных, и в итоге Гейш теряет обоих своих партнеров за один день. Гейша злится, что у Хираги нет хороших манер по отношению к аристократам, и он планирует расправиться с ним. Он вызывает Хирагу на дуэль, и Хирага соглашается. Луиза пытается переубедить Хирагу насчет дуэли, потому что считает, что у него нет шансов против пользователя магией. Она предлагает Хираге извиниться перед Гичи, но он отказывается. Он хочет противостоять Гичи, потому что в Японии нет аристократов. Они встречаются на резничном поле для поединка. Тем временем мистер Кольбер пошел поговорить с директором школы о Хираге и Луизе. Мистер Кольбер показывает директору школы руну, которая появилась на руке Хираги. В тот момент, когда директор видит это, он просит своего помощника выйти из комнаты. Перед уходом Лаунджвиллу удается мельком увидеть рунический символ. Вернувшись на поле, Луиза, похоже, очень беспокоится о благополучии Хираги, и она уже плачет. Она умоляет Гейшу забыть о дуэли, но он отказывается. Он хочет преподать Хираге урок. Он вызывает Голема, чтобы сразиться с Хирагой. Голем бьет Хирагу, и тот падает на землю. Он встает на ноги, чтобы снова бросить вызов Гейшам. Сейчас в кабинете директора директор сообщает Кольберу, что этот символ принадлежит легендарному фамильяру. Речь идет о потерянном фрагменте пятиугольника. Он говорит Кольберу, что информация не должна выходить за пределы комнаты. Статус Хираги следует держать в секрете. Хирага продолжает получать побои от Голема Гича, но он не готов сдаваться. Тело Хираги уже покрыто ранами. Чтобы усугубить его положение, Гич вызывает меч, которым Хирага может сражаться. Луиза не хочет, чтобы Хирага брал в руки меч, потому что тогда Гича станет с ним еще серьезнее. Хирага довольно упрям, и он берет в руки меч. В этот момент тарелка на его руке ярко сияет, и все его раны исчезают. Одним ударом он вырубает Голема Гичи. Гичи вызывает еще больше Големов, но Хирага использует скоростную атаку, чтобы вырубить их всех. Он направляет меч на Гичи, и тот быстро сдается. Это становится шоком для всех. Аристократ только что проиграл Плебею. Хирага роняет меч и теряет сознание. Видно, что Лаунж стоит в отдалении и наблюдает за происходящим. Три дня спустя Хирага просыпается и обнаруживает, что все это время о нем заботилась Луиза. Сиеста приносит еду для Хираги по указанию Луизы. Луиза устала и занята тем, что спит, потому что она уже вымотана. После того, как Хирага полностью поправится, его хозяин отдаст ему большую партию белья для стирки. Луиза утверждает, что белье было сложено в кучу, пока его не было дома. Хирага благодарит Луизу за то, что она заботилась о нем, пока его не было дома. Но Луиза отвечает, что в его благодарности нет необходимости. Это ее работа заботиться о нем. Все, что Хираге нужно делать, это проявлять благодарность по отношению к ней и выполнять всю работу по дому, которую она ему поручает. Луиза говорит Хираге, чтобы он побыстрее закончил стирку и шел на занятия. Во время урока Хирага понимает, почему Луизу зовут нулевой Луизой. Это потому, что у нее нет способности владеть ни одной из четырех стихий. У нее совершенно нет меткости. Он дразнит Луизу этим, и она приходит в бешенство. Она говорит Хираге, что он не будет есть или количество раз, когда он упоминает об этом равно нулю. Хирага начинает умолять, но Луиза уже приняла решение. В ту ночь Хирага уже умирал с голоду, и она умоляет Луизу простить его. Она уже готова отпустить его с крючка, когда он случайно заговаривает о маленькой челке Луизы. Луиза злится еще больше и говорит Хираге, что пока ему не будут давать еду. В дополнение к этому, он будет спать на улице. Хирага вынужден спать за дверью. Пока он там, появляется Сиеста и отводит его на кухню. Похоже, что Хирага сейчас популярен среди простых людей, которые не владеют магией. Они даже называют Хирагу своим героем. Ему подавали то, что осталось от аристократов, и он с удовольствием поглощает еду. После этого Хирага и Сиеста выходят прогуляться на улицу. Пока они находятся на улице, Сиеста рассказывает Хираге, как сильно Луиза старалась, чтобы Хирага не умер. Она рассказывает, что Хирага потерял все формы сознания, когда потерял сознание, и Луизе пришлось купить дорогое зелье, прежде чем он смог снова проснуться. Хирага понятия не имел, на что пошел его учитель, чтобы обезопасить его. После их разговора они пожелали друг другу спокойной ночи, и Хирага направился в общежитие. Он был в коридоре, когда столкнулся лицом к лицу с Саламандрой Кирха. Саламандра схватила его и отнесла в комнату Кирха. Она уже ждет его и выглядит очень привлекательно. Она сообщает Хариге, что влюбилась в него и хочет, чтобы они были вместе. Она была впечатлена тем, как Харига победил Гиша. Харига испытывает серьезное искушение, потому что Кирхе привлекательно. Как раз в этот момент несколько мальчиков начинают появляться у окна Кирхи. Кажется, что все они ее бойфренды, но Кирчи говорит Хираге, что они просто друзья. Она приказывает своей Саламандре плюнуть огнем в мальчиков и прогнать их прочь. Кирчи наконец-то готова заняться сексом с Хирагой. Они уже собираются начать свое дело, когда в комнату врывается Луиза и требует, чтобы Хирага следовал за ней. Хирага не хочет этого делать, но она говорит Хираге, что на следующий день ему придется сразиться с несколькими аристократами. И для Хираги это достаточная мотивация, чтобы оторвать Хирагу от его задницы. Войдя в свою комнату, Луиза достает волшебную палочку и использует ее, чтобы ударить Хирагу. Она утверждает, что ее семья и семья Кирчи враги, и она не хочет, чтобы Хирага находился рядом с ней. Похоже, Луиза просто завидует, что Хирага с кем-то встречается. Луиза обещает отхлестать Хирагу, как бродячую собаку, как только он переступит черту дозволенного. Она спрашивает Хирагу, умеет ли он фехтовать, и он говорит нет. Его бой с гейшей – это первый раз, когда он прикасается к мечу. Затем Луиза велит Хираге лечь спать, чтобы он мог проснуться пораньше. Им нужно кое-куда пойти утром. Она запрещает ему спать на улице, потому что Кирчи может снова прийти за ним. На следующее утро они садятся на лошадей и отправляются в неизвестное место. Кирчи видит их, когда они уезжают, и принимает решение последовать за ними. Она всегда хочет быть рядом с Хирагой. Она планирует заставить Хирагу влюбиться в нее. Она идет в комнату Табиты, чтобы попросить у нее фамильяра. Она хочет, чтобы фамильяр Табиты Сильфида нес ее на руках, чтобы она могла догнать Хирагу и Луизу. Табита соглашается, и они вдвоем едут верхом на спине ее фамильяра. Три часа спустя Хирага и Луиза добираются до города. Она направляется в оружейный магазин, чтобы купить Хираге меч. В настоящее время она на мели и не может позволить себе купить дорогой меч. Владелец магазина планирует ограбить Луизу и показывает им кучу старых мечей. У Хираги нет выбора, и он выбирает один из мечей, который, по его мнению, подходит ему лучше всего. Хирага знает, что Луиза разорена, потому что купила для него дорогое зелье. Тем временем Кирчи следит за ними, и она считает, что Луиза готовит подарок Хираге, чтобы завоевать его расположение. Она решает пойти в оружейный магазин и купить Хираге дорогой меч. Она дарит этот меч Хираге, но Луиза не хочет, чтобы он им пользовался. Теперь решение остается за Хирагой. Он оказался перед дилеммой, какой меч ему следует использовать. Пока они спорили, старый ржавый меч внезапно заговорил. Меч отругал троицу за то, что они подняли шум и разбудили его. Они удивлены, что у старого меча есть собственный разум. Оказывается, Хирага выберет старый меч. Меч представляется как Дельфингер. Меч рад познакомиться со своим новым владельцем, Хирагой. Луиза недоумевает, почему вокруг нее всегда собираются жуткие твари. Далее директор школы принимает посетителя в лице графа Мота. Граф находится в королевской поездке по академии. Он был послан дворцом, чтобы сохранить сокровища в академии. По-видимому, там есть маг Сэнди Фуки, который бегает вокруг и крадет ценные вещи аристократов. Дворец хочет сохранить посох разрушения в целости и сохранности, поэтому они решили хранить его в академии. Хранилище академии имеет несколько уровней защиты, и оно было создано квадратным магом. Квадратный маг – это маг, обладающий способностью владеть всеми четырьмя стихиями. Треугольный маг – это тот, кто может владеть только тремя стихиями. Линия может владеть только двумя. В другом месте Хирага занят стиркой, когда за его спиной появляется Сиеста. Сиеста благодарит его за мужество, которое он придал ей и простолюдинам. Он символ надежды для простолюдинов. После ее ухода Хирага направляется в общежитие. Керчи выходит из своей комнаты и протягивает Хираге дорогой меч, который она подарила ему. Он все еще интересуется мечом, поэтому поддается на уловки Керчи и заходит в комнату вместе с ней. Керчи не теряет времени даром, когда начинает романтично прикасаться к Хираге. Хирага спрашивает ее, почему он ей нравится, но она не может сказать ничего конкретного. Он злится и хочет уйти. Она предлагает ему несколько ценных вещей, в том числе семейную реликвию, просто чтобы он оставил Хирагу у себя, но он отказывается. Ее семейная реликвия – это книга, которая досталась ей по наследству. Керчи идет трудным путем и пытается навязаться Хираге, но Луиза появляется как раз вовремя, чтобы спасти его. Когда они добираются до своей комнаты, Луиза бьет его хлыстом за то, что он по глупости попался на уловку Керчи. На следующий день Луиза говорит Хираге, что ему придется провести этот день вне класса. Хирага всегда подглядывает за нижним бельем девочки, когда он на уроке. Пока он на улице, шеф-повар находит его и отводит на кухню, чтобы накормить, как обычно. Хирага замечает, что Сиесты нет на кухне и спрашивает о ней. Шеф-повар удивлен, что Сиесты ничего не сказала Хираге. Он сообщает, что граф Мот официально попросила Сиесте. Она уехала в его поместье и теперь будет там работать. Хирага обсуждает этот вопрос с Луизой после занятий. Меч подскакивает, чтобы сообщить Хираге, что в любое время, когда официально потребуется прислуга, она должна стать любовницей аристократа. Хирага сразу же начинает волноваться из-за этого. На следующий день Хирага находит Гиша, где тот пытается наладить свои отношения с Монтом. Он спрашивает у него дорогу к поместью графа Метта. Получив указание, он уходит пешком. Позже Луиза ищет Хирагу и Гейша рассказывает ей, куда он пошел. Луиза немедленно уходит и отправляется за Хирагой. Хирага добирается до поместья и вскоре его обнаруживают охранники. Мота вызывают проверить, как там незваный гость. Хирага сообщает Моту причину, по которой он здесь находится. Он говорит, что готов сделать все, чтобы Сиеста смог вернуть себе свободу. Граф готов наказать его за то, что он напал на него, но появляется Сиеста и умоляет графа. Поскольку Хирага пообещал сделать все, что угодно, граф говорит ему, чего он хочет. Ему нужна книга, которая находится у Керчи. Это семейная реликвия, но он хочет ее получить. Хирага согласен передать книгу Моту, если тот пообещает дать Сиесте свободу. Хирага покидает поместье и направляется в Академию. На обратном пути он сталкивается с Луизой. Луиза отвозит его обратно в Академию и отчитывает за неосторожное поведение. Она говорит, что они ничем не могут помочь Сиесте, потому что граф – высокопоставленный чиновник, работающий во дворце. Луиза не знает, что у Хираги есть свой собственный план. Он ждет, пока Луиза заснет, и тайком выходит из комнаты. Он идет в комнату Керч, чтобы попросить у нее книгу. Керчи готова отдать ему книгу при условии, что он согласится встречаться с ней. Она снова пытается навязаться ему, но он злится и отталкивает ее. Он решает больше не забирать книгу. Он выходит из комнаты, но забирает с собой сияющий меч. У него есть планы ворваться в поместье Мэтта и вырвать оттуда Сиесту. Он садится на лошадь и уезжает. После его ухода Табита и Керчи идут в комнату Луизы, чтобы разбудить ее. Они сообщают ей о том, что пытается сделать Хирага. Несколько мгновений спустя Хирага прибывает в поместье, но охранники снова ловят его. Его отводят к графу. Граф удивлен, что Хирага вернулся так скоро. У него тоже нет с собой книги. Хирага решает обнажить меч против графа. Он не знает, что любой простолюдин, который обнажит свой меч против аристократа, может быть наказан любым способом, который аристократ сочтет нужным. Аристократ может даже убить его, если захочет. Мот, похоже, не беспокоится, когда Хирага поднимает на него меч. В конце концов, Мот – маг треугольника. Хирага замечает, что он не получает того повышения силы, которое было у него, когда он сражался с Гичем. Мот уже собирается прикончить его, когда в комнату врывается Луиза. Она извиняется за вторжение и говорит графу, что готова понести наказание вместо Хираги. Граф отказывается и готов обсудить этот вопрос, но Керчи спасает положение, предлагая ему книгу, которую он хотел. Керчи рассказывает, что книга была вызвана ее дедушкой. Когда Мот открывает книгу, Хирага понимает, что в ней нет ничего важного. Это просто книга, наполненная содержанием для взрослых. Граф дает группе отдохнуть, и они уходят. По прибытии в академию Сиеста чмокает Хирагу в щеку в знак благодарности за то, что он спас ее. В конце концов, Луиза сурово наказывает Хирагу за те неприятности, которые он ей причинил. Вскоре после этого Луиза заставляет Хирагу готовиться к ежегодной выставке. Это мероприятие – ежегодная выставка, на которой студенты второго курса могут показать своих фамильяров. Они показывают людям, на что способны их фамильяры. Это обязательное мероприятие, поэтому Луиза не может отказаться от участия. Она хочет, чтобы Хирага преуспел в чем-нибудь до начала мероприятия, чтобы не опозорить себя и ее. Она предлагает Хираге научиться фехтованию, но у Хираги нет никаких шансов в этой области. Он утверждает, что драка между ним и Гишем была просто совпадением. Хираге нужно быстро чему-то научиться. Событие уже приближается. Более того, Луиза недоумевает, почему никто не понес никакого наказания за выходку, которую Хирага выкинул с графом. Луиза уходит на занятия и оставляет Хирагу практиковаться в фехтовании на поле боя. Она надеется, что он сможет захватить что-нибудь до начала мероприятия. Пока он тренируется, наступает время Сиесты. Он стесняется, когда вспоминает, что Сиеста его клюнула. Сиеста рассказывает о том, как усердно работают все студенты второго курса. Все они хотят показать хорошее шоу, и это потому, что в этом году на нем будет присутствовать принцесса Генриетта. Она хочет посмотреть выставку одна. Генриетта стала символической фигурой для людей с тех пор, как умер ее отец. Она довольно популярна среди людей, и они уважают ее. Керчи и остальные ученики второго курса заняты тренировками со своими фамильярами. Все они хотят получить королевскую награду. Позже Лонг видит, как Кольбер переводит охрану хранилища в другое место, готовясь к прибытию принцессы. Лонг сомневается в этом, и Кольбер уверяет ее, что Сэнди Фуки не захочет ничего предпринимать, когда рядом будут охранники принцессы. Кроме того, хранилище очень надежно защищено, и магу треугольника будет непросто проникнуть внутрь. Именно по этим причинам он уверенно снимает охрану у входа в хранилище. Вскоре после этого принцесса прибывает в академию, и ее приветствуют директор и остальные ученики школы. Луиза предупреждает Хирагу, чтобы он вел себя прилично, иначе его выпарют, как обычно. В ту ночь эти двое были заняты спором в комнате, когда услышали стук в дверь. Хирага бросился открывать дверь. В комнату вошла фигура в капюшоне. Она сняла капюшон, чтобы показать, что она принцесса Генриетта. Оказывается, эти двое подруги детства. Однако, прошло уже несколько лет с тех пор, как они виделись в последний раз. Луиза ведет себя очень официально в присутствии Генриетты, но та останавливает ее. Принцесса признается, что ей не с кем было открыто поговорить с тех пор, как умер ее отец. Генриетта упоминает о графе и говорит, что она впечатлена тем, как Харрига противостоял ему. Затем она говорит Луизе, что именно из-за нее все пошло прахом. Именно из-за нее Луизу не наказали. Когда они были маленькими, эта парочка пообещала друг другу, что всегда будут рядом. Через несколько минут Генриетта уходит. Она счастлива, что увидела своего друга и фамильяра. На следующий день состоится выставка, и все студенты будут в сборе. Принцесса тоже будет присутствовать на ней. Студенты начинают показывать людям, на что способны их знакомые. Теперь очередь Луизы и Херги. У Харриги нет ничего особенного, что можно было бы показать толпе. Студенты не ожидают ничего безумного от Луизы, занявшей первое место, и они просто смеются над этим дуэтом. Луиза утаскивает Харригу со сцены, как только их время истекает. Тем временем Сэнди Фуки пробралась в хранилище. У нее есть прекрасная возможность проникнуть в хранилище, потому что все заняты выставкой. Она не может пройти через дверь, поэтому она создает песчаного голема, который поможет разрушить стену. Она как раз занимается этим, когда мимо проходят Харрига и Луиза. Голем пытается напасть на Луизу, но Харрига спасает ее. Вместо этого голем ловит его. Харрига велит Луизе уйти, но она отказывается. Она пытается создать огненный шар, чтобы атаковать голема, но с треском проваливается. Однако взрыв, произведенный ее заклинанием, привлек внимание тех, кто находился на месте проведения выставки. Между тем, именно Табита получает награду как победительница. Ее фамильяр выступил исключительно хорошо, и принцесса сделала ей комплимент. Заклинание, созданное Луизой, ударило в стену хранилища, а она об этом не знала. Сэнди в шоке, и ей интересно, какой магией обладает девочка, которая смогла взломать стену хранилища. Голем Сэнди прорывается сквозь треснувшую стену, чтобы Сэнди могла забрать посох разрушения. Присутствующие на выставке теперь понимают, что что-то не так. Сэнди забирает то, что ей нужно, и бросает Хирагу. Он бы упал на землю и, вероятно, умер, если бы не своевременное прибытие Табиты и ее фамильяра. Сэнди сбежала, и попытки охранника выследить ее провалились. Генриетта рада, что ее подруга в безопасности. Она говорит Луизе, что ей нужно вернуться во дворец и сообщить о случившемся. После ее ухода Луиза сообщает Хариге, что беспокоится о Генриетте. Ходят слухи, что дворец – плохое место. Генриетта, вероятно, окружена врагами, и это ее беспокоит. Керчи занята кормлением Хираги, пока они на занятиях, и это злит Луизу. Она останавливает ее и говорит, чтобы она перестала кормить своего фамильяра. Мы все знаем, что Керчи никогда не остановится. Затем Керчи упоминает о принцессе. Ходят слухи, что именно она возьмет на себя ответственность за украденный посох разрушения. Охранники, которые должны были находиться у дверей хранилища, были переведены для обеспечения ее безопасности. Кроме того, ее руководители предупредили ее, чтобы она вообще не ходила на выставку, но она не послушалась. Луиза серьезно беспокоится, когда слышит все это. Как раз в этот момент в класс входит Кольбер, чтобы сказать Табите, Луизе и Керчи, что их присутствие необходимо в кабинете директора. По прибытии туда мисс Лангвиль сообщает девочкам, что она провела расследование в отношении Фуки, и оказывается, что в этом районе есть заброшенный дом. Лес, который выглядит подозрительно. Она говорит, что этот дом может быть убежищем Фуки. Директор школы сказал им, что им нужны добровольцы, чтобы отправиться в дом и провести расследование. Никто не готов стать добровольцем, но Луиза поднимает руку и говорит, что готова идти. В этот момент Табита и Керчи также вызвались сопровождать Луизу в лес и осмотреть дом. Директор оставляет решение этого вопроса за ними троими. Луиза заберет Хирагу с собой. Лангвиль также предлагает сопровождать детей в качестве гида, и директор соглашается. Вскоре команда отправляется в лес. По дороге Хирага спрашивает Лонга, почему такой аристократ, как Сэнди, ходит вокруг да около и ворует у других аристократов. Она рассказывает, что есть определенные аристократы, которые посвятили себя тому, чтобы стать преступниками и наемниками. Она рассказывает, что она также потеряла титул аристократки. Керчи хочет знать, как она его потеряла, но Луиза останавливает ее и заявляет, что она груба. Затем Керчи отдает Хираге сияющий меч, чтобы он мог использовать его в случае, если у них возникнут проблемы. Вскоре они добираются до заброшенного дома и проверяют, нет ли там ловушки. Хирага, Табита и Керчи входят в дом, в то время как Луиза остается снаружи на страже. Ланговиль решает осмотреть здание, чтобы убедиться, что они в безопасности. Пока они обыскивают здание, Табита находит коробку, в которой находится посох разрушения. Внезапно появляется песчаный голем. Он срывает крышу здания. Табита и Керчи атакуют голема своими атаками, но ни одна из них не затрагивает голема. Табита немедленно призывает своего фамильяра, чтобы он мог вытащить их оттуда, пока они не застряли. Хирага понимает, что Луиза все еще снаружи и она в опасности. Он говорит Луизе бежать, но она отказывается. Она атакует голема своим заклинанием, но это ничего не дает. Голем вот-вот раздавит ее, когда Хурага прыгает и спасает ее. Он дает Луизе пощечину за то, что она подвергла себя опасности. Луиза начинает плакать и рассказывает, что ученики всегда смеются над ней. Она не хотела убегать, чтобы они больше не смеялись над ней. Голем снова атакует, но появился фамильяр Табиты. Хурага несет Луизу на фамильяре, чтобы она и остальные девочки были в безопасности. Затем он сам отправляется за големом. Он атакует голема сверкающим дорогим мечом, но тот тут же ломается. Дельфингер говорит Хираге, чтобы тот взял его в руки, если не хочет умереть. Хирага вытаскивает меч из ножен, и рунический символ на его руке ярко сияет, как тогда, когда он сражался с Гичем. Он получает дополнительный заряд энергии и чувствует себя легче. Он отрубает голему ногу, но она восстанавливается. Хирага не знает, что делать, чтобы победить голема. В этот момент Луиза спрыгивает вниз и бросает Хираге посох разрушения. Хирага способен понять, что этот предмет не является посохом, как они думают. Он открывает коробку, чтобы показать оружие, находящееся внутри нее. В конце концов, это ракетная установка. Он стреляет из нее в голема, и это уничтожает голема. Как раз в этот момент появляется Лангвиль и говорит, что посох разрушения соответствует своему названию. Она берет ракетную установку и показывает, что голем принадлежит ей. До ребят доходит, что Лангвиль это Фуки. Она говорит им, что понятия не имеет, как пользоваться посохом, и именно по этой причине она решила привести людей из Академии, потому что кто-то может суметь это сделать. Используй это. На нее произвело впечатление, что именно Хирага воспользовался этим. Она называет Хирагу легендарным Гандальфером. Благодаря Хираге она теперь знает, как пользоваться этим оружием. Она нажимает кнопку огонь на ракетной установке, но ничего не происходит. Затем Хирага говорит ей, что пусковая установка предназначена для одноразового использования. Кроме того, он сообщает им, что ракетная установка – это оружие из его мира. Фуки легко подчиняется. По прибытии в Академию директор сообщает им, что Фуки передан Королевской Гвардии. Девочек ждут особые награды за то, что они победили Фуки. Однако Хира не получит никакой награды, потому что он не аристократ. После того, как девочки ушли, Хирага спрашивает директора, откуда у него взялся посох разрушения. Директор рассказывает, что он сражался с монстром в лесу, когда появился человек и уничтожил монстра с помощью гранатомета. На мужчине была странная одежда, и он был тяжело ранен. Он взял этого человека к себе, чтобы позаботиться о нем, но тот не выжил. У него с собой было две пусковые установки. Его похоронили рядом с одной из них. Затем директор передал дворцу вторую пусковую установку. Судя по всему, что сказал директор, Хирага грустит из-за того, что понятия не имеет, как вернуться в Японию. Позже тем же вечером состоится вечеринка в честь их победы. Луиза почтительно приглашает Хирагу на танец. Пока они танцуют, Луиза благодарит Хирагу за то, что он спас ее от голема. Она спрашивает, вернется ли Хирага в свой мир, если у него будет такая возможность, и он говорит да. Настроение Луизы меняется, когда она это слышит. Однако она прекрасно понимает, что у Хираги нет другого выбора, кроме как однажды вернуться домой. На следующий день принцесса приглашает Луизу и Хирагу во дворец. Она хочет лично поблагодарить их за то, что они поймали Сэнди. Она награждает Луизу титулом кавалера. В качестве награды она протягивает руку Хираге. Хирага не понимает, что это значит, и Луизе приходится сказать ему, что принцесса дает ему возможность поцеловать ее. Хирага обретает уверенность в себе и к изумлению Луизы притягивает принцессу еще ближе. Вместо этого он целует принцессу в губы. Луиза бьет его за это, но принцесса останавливает ее. Хирага утверждает, что он понятия не имел, что должен был поцеловать руку Генриэты. После этого принцесса сообщает Луизе, что у нее есть для них задание. До нее дошли слухи, что аристократы притесняют простолюдинов. Она хочет, правда. Луиза с радостью соглашается на это задание. После того, как они покидают дворец, Луиза переодевается в одежду простолюдинки, чтобы попытаться слиться с толпой. Однако их проблемы начинаются, когда Луиза пытается купить лошадь, и ей говорят, что лошадь стоит 400 монет, а это все, что у нее есть. Она пытается снять номер в отеле, и ей сообщают, что номер в отеле стоит 200 монет за ночь. Луиз никогда не жил без комфорта. Хирага предлагает им найти дешевое жилье, где они могли бы остановиться, но она отказывается. Она идет в казино, чтобы попытаться удвоить свои деньги, но в итоге проигрывает все. Теперь им двоим не на что жить. У них нет денег даже на еду, не говоря уже о том, чтобы снять гостиницу. Они стоят посреди улицы, когда к ним подходит странного вида мужчина по имени Скарин. Он говорит этим двоим, что у него есть гостиница дальше по улице, и он готов предоставить им место для ночлега при одном условии. Он ведет их в свою гостиницу и показывает группу девушек, которые у него работают. Девушки одеваются в привлекательную одежду и обслуживают клиентов. Они должны сделать так, чтобы посетителям понравилась гостиница, а также давать им чаевые. Скарин знакомит Луизу с группой как с новой участницей. Барагу отправили работать на кухню. На кухню он встречает служанку Джессику, которая показывает ему, что и как нужно делать. После этого Скарин решает повеселить девочек. Он говорит им, что они будут соревноваться в розыгрыше чаевых. Тот, кто соберет больше всего чаевых за неделю, получит в награду лучшее платье феи из своей коллекции. Он говорит им, что это семейное реликвие, и оно будет хорошо смотреться на том, кто его наденет. Тот, кто больше всех потрудится, получит награду. Луиза счастлива, что у нее появился шанс заработать больше денег. Скоро в гостиницу начнут приходить клиенты. Луиза не могла смириться с тем, что ей приходилось обслуживать простолюдинов. Черт возьми, она же дочь герцога. Она даже не знает, как правильно наливать напитки. В итоге она ударила одного из посетителей, который попытался прикоснуться к ней. Тут вмешивается Скарин и приносит извинения от ее имени. Он говорит им, что она все еще новичок на работе. Позже тем же вечером Луиза жалуется на это Хираге. Хирага говорит, что ей нужно адаптироваться, если они хотят выжить. Через несколько минут Хирага засыпает. Луиза засыпает рядом с Хирагой, когда узнает, что в их комнате есть летучие мыши. Дни идут, а Луиза продолжает жестоко обращаться с посетителями, потому что просто понятия не имеет, как с ними обращаться по-хорошему. С другой стороны, Хирага только что узнал, что Джессика – дочь Скарина. Луиза находится в отдалении, и она начинает ревновать, когда видит, как Хираге и Джессике хорошо вместе. Она швыряет в него бутылкой и вырубает его. Хирага просыпается в комнате Джессики, а она стоит над ним. Джессика говорит, что ей удалось выяснить, что Луиза – аристократка, а Хирага – ее слуга. Она уверена, что эти двое выполняют какую-то миссию. Она готова помочь Хираге в их миссии, если он ляжет с ней. Она становится все ближе к Хираге, когда Луиза врывается в комнату. Хирага лжет, что собирал информацию, но это не мешает Луизе бить его по яйцам. Она вытаскивает его оттуда. Джессика напоминает Луизе, что в данный момент она проигрывает гонку чаевых. Это снова беспокоит Луизу. Сегодня последний день соревнований, а Луизе не удалось собрать ни одной чаевой. Вскоре после этого в гостиницу заходит аристократ Террен. Он является налоговым агентом королевы и он довольно богат. Однако девочкам не нравится обслуживать его, потому что он любит прикасаться к ним и не дает чаевых. Луиза делает шаг вперед, чтобы обслужить аристократа. Она верит, что это ее шанс выиграть гонку. Однако все идет наперекосяк, когда он начинает с ней флиртовать. Она бьет его по голове, и это провоцирует аристократа. Его охранники готовы наказать Луизу за ее дерзость. Хирага бросается на защиту своего хозяина, но у него нет с собой меча. В конце концов Луиза использует свою волшебную палочку и тем самым показывает, что она аристократка. Она показывает королевский указ, данный ей принцессой, и аристократка начинает просить милостыню. Он хочет, чтобы Луиза пощадила его, и он нигде не упомянет о том, что произошло. Он подкупает Луизу большим количеством монет, и Луиза ему это позволяет. Он убегает оттуда, поджав хвост. Из-за большого количества монет, которые аристократ оставил паршивке, она в итоге выигрывает гонку чаевых. В качестве награды она получает лучшее платье феи. Она надела это платье только для того, чтобы Хирага сделал ей комплимент. Тем временем неизвестный мужчина, который, по-видимому, является ее сообщником, освободил Фуки из тюрьмы. Хирага и Луиза возвращаются в школу и обнаруживают, что везде тихо. Луиза помнит, что у них летние каникулы. Все разъехались отдыхать. Они подходят к входу и видят, что Керчи и Табита готовятся к отъезду. Керчи рассказывает, что собирается поехать к Табите домой на летние каникулы. Перед отъездом она обнимает Хирагу. Пока они едут в карете, Керчи пытается заговорить с Табитой, но та просто молчит и продолжает читать свою книгу. Керчи удивляется, почему Табита учится за границей так же, как и она. Они с Табитой из разных королевств. Они просто приехали в Трестейн учиться. Керчи исключили из ее бывшей школы. Вскоре они столкнулись с фермером, который посоветовал им свернуть на большую дорогу. Он сказал, что дорога впереди затоплена. Вернувшись в академию, Луиза дает Хираге много одежды для стирки. Она пытается наказать его за то, что он обнял Керчи. Хирага не возражает против этого задания. Он собирает одежду и выходит на улицу. Он видит, что у Гиши и Монта, как обычно, проблемы в отношениях. Он смотрит вдаль и видит старую кастрюлю. Шеф-повар сообщает ему, что он хочет выбросить большую кастрюлю, потому что она ему больше не нужна. Хирага умоляет его отдать ему кастрюлю, и шеф-повар соглашается. В конце концов, она ему ни к чему. Дел спрашивает Хирагу, что он собирается делать с кастрюлей, и Хирага говорит Мичу подождать до ночи, чтобы выяснить это. Вскоре после этого Керчи и Табита прибывают в пункт назначения. Дом Табиты – это большое поместье, и Керчи уже подозревает, что она является членом королевской семьи Галии. Их встречает дворецкий семьи Персерин. Войдя, Табита оставляет Керчи в гостиной, потому что у нее есть дела внутри. Приходит дворецкий, чтобы обслужить Керчи и составить ей компанию. Дворецкий называет Табиту другим именем – Шарлотта. Керчи понимает, что настоящее имя Табиты – Шарлотта. Табита входит в комнату, где находится ее мать, чтобы поприветствовать ее. Однако ее мать кажется странной и враждебной. Дворецкий решает рассказать Керчи историю о том, как все произошло. Он говорит, что решение о том, чтобы Табита училась за границей, было принято ее дядей, который является королем. Это подтверждает, что она является частью королевской семьи. Дворецкий говорит Керчи, что отец Табиты, предыдущий король Орлеан, был младшим братом нынешнего короля. Он был убит. Отца Табиты все любили, и он преуспел в магии и других вещах. Когда король умер, предполагалось, что королем станет Орлеан, потому что все его любили, но между Орлеаном и Джозефом разгорелась борьба за престолонаследие. Орлеан был убит во время битвы. Те, кто провозгласил Иосифа королем, пытались уничтожить остальных членов семьи Орлеана. Пока они были на вечеринке, Табите дали попить воды, но вместо нее воду выпила ее мать. Оказалось, что на воду была наложена ядовитая водная магия, которая лишает человека рассудка. Короче говоря, мать Табиты пожертвовала собой, чтобы защитить свою дочь. С тех пор мать Табиты стала сама не своя. Шарлотта, которая когда-то была жизнерадостной, тоже стала холодной и тихой. Куклу, которую подарила ей мама, зовут Табита, и должно быть именно по этой причине она сменила имя, чтобы замаскироваться. Даже после этого они все еще пытались устранить Шарлотту, отправляя ее на невыполнимые задания. Она выжила в каждом из них, и, увы, король выгнал ее из страны, чтобы она училась в Тристане. Вернувшись в академию, Монт готовит неизвестное зелье. Хирага с другой стороны превратил большую кастрюлю в ванну и принимает теплую ванну, как это делают в Японии. Он принимает ванну, когда наступает сиеста. Она просит принять ванну вместе с ним, и он неохотно соглашается. Она прыгает в ванну вместе с ним и говорит ему, чтобы он не смущался. Тем временем Монт и Гиж на свидании. Сиеста и Хирага начинают обсуждать культуру Японии. Монт наливает Гиж напиток, но она планирует добавить в напиток зелье, которое готовила ранее. Луиза выходит из комнаты, чтобы поискать Хирагу. Она видит, как он купается с сиестой и просто медленно отступает. Она кипит от гнева, но пока не хочет приближаться к Хираге. Сиеста сообщает Хираге, что у нее тоже были истории о ее прадедушке. По-видимому, он был из другого мира, как и Хирага. Ее прадедушка тоже упал с неба. Хирага хочет, чтобы она закончила рассказ, но она говорит, что уже поздно и ей нужно уходить. Она вылезает из воды, одевается и убегает. У Монта наконец-то появилась возможность подсыпать Гейши в напиток. Он уже собирается выпить его, когда появляется рассерженная Луиза. Ей нужно выпить, и она забирает напиток Гейши. Монт прекрасно понимает, что она все испортила. Выпив, Луиза возвращается в свою комнату. Несколько мгновений спустя появляется Хирага. Она уже готова начать ругать Хирагу, когда зелье начинает действовать на нее. Она начинает говорить Хираге приятные вещи и даже говорит ему, что любит его. Появляется Монт и говорит, что она знает, что происходит. С другой стороны, Шарлотта получила задание от короля. Это кажется опасным, и Кирки вызвалась сопровождать ее в этом задании. Луиза становится все более привязчивой к Хираге из-за действия зелья. Монт рассказывает, что это было любовное зелье, и она не ожидала, что Луиза его выпьет. Она приготовила его для Гиши, потому что хочет, чтобы он перестал бегать за другими девушками. Она понятия не имеет, когда действие зелья может закончиться. Это может произойти через день, месяц или год. Луиза занята тем, что отвлекает Хирагу на поле, когда их видит Сиеста. Совершенно очевидно, что она ревнует. Она уходит, ничего не сказав. Хирага бежит за ней, чтобы попытаться все ей объяснить. Он говорит ей, что Луиза выпила любовное зелье, и именно поэтому она так странно себя ведет. Сиеста ему не верит. Она говорит, что общеизвестно, что употребление любовных зелий карается законом. Она игнорирует Хирагу и уходит. Хирага возвращается в комнату, где его ждет Луиза. Она разделась и хочет, чтобы Хирага занялся с ней любовью. Он отказывается от этого предложения, и это портит ей настроение. Хирага обнимает ее и обещает вернуть ее к прежней жизни. Он выходит из комнаты, чтобы найти Монта. Он говорит Монту, что ему известно, что приворотное зелье запрещено, и она будет наказана, если власти узнают об этом. Он требует, чтобы Монт помог ему выбраться. Им нужно придумать способ избавить Луизу от влияния зелья. Монт без проблем примет помощь. Она сообщает им, что единственный способ снять проклятие, это получить слезу духов. Однако им будет трудно получить ее. Монт не хочет уезжать, но Хирага напоминает ей, что он легко может сообщить властям. Он советует Монту подготовиться, потому что завтра они уезжают. В ту ночь Луиза пытается затащить Хирагу к себе в постель, но ему удается совладать с собой, и он отказывает Луизе. На следующий день группа отправляется в путешествие к озеру, где обитает дух. Луиза тоже с ними. Они направляются к озеру, которое граничит с Галлией. Вскоре они прибывают к озеру, и Монт с удивлением обнаруживает, что озеро затоплено. Уровень воды вырос в геометрической прогрессии. Оказывается, это то самое озеро, которого Керчи и Табита избегали, когда ехали к ней домой. Группе нужно оставаться здесь до ночи, потому что дух может появиться перед ними только после захода солнца. Позже той же ночью Луиза отправляет своего фамильяра к духу воды. Однажды она заключила контракт с духом и надеется, что дух все еще будет помнить ее. Она заключила контракт с духом воды, когда была маленькой. Вскоре после этого к ним явился дух воды. Она подошла к ним враждебно, но Хирага раскрыл их намерение. Он преклоняется перед духом и умоляет ее отдать им частичку себя. Дух воды соглашается помочь при одном условии. Она говорит им, что на озерах бродят бандиты, и она хочет, чтобы они ушли. Именно по этой причине она подняла уровень воды в первом месте. Она пыталась избавиться от бандитов. Хирага принимает задание, хотя Монд и не хочет сражаться. У нее нет другого выбора, кроме как присоединиться к Хираге, потому что он легко может донести на нее властям. Группа задается вопросом, какие бандиты войдут в воду, чтобы потревожить духа воды. Монд говорит, что только маг, владеющий магией ветра, способен на это. Это даст противнику возможность создать воздушный пузырь и спуститься на дно озера. Маг, ответственный за это, должен быть очень опытным. Группа решает остаться вокруг озера на случай, если появятся бандиты. Пока они были в лесу, они заметили у озера две фигуры в капюшонах. Хирага хочет вступить в бой с неизвестными людьми, и Гич неохотно предлагает свою помощь. Он хочет доказать, что он не никчемный аристократ. Они разрабатывают план по привлечению фигур в капюшонах. Гич должен отвлечь их своей магией, пока Хирага будет преследовать их. План выглядит вполне разумным. План реализуется, и Гейш делает как сказано, но двое неизвестных легко отбивают его атаку. Хирага бросается на них, но его тоже сбивают с ног. Луиза атакует двух парней заклинанием, которое снимает с них капюшоны. Оказывается, что двое парней, с которыми они сражались, это Керчи и Табита. Это стало шоком для обеих сторон. Кирхи рассказывает, что Табита получила задание снизить уровень воды, и именно по этой причине они оказались на озере. Они решили спросить духа воды, почему она злится. Дух воды рассказывает, что бандиты украли у нее сокровища. Она говорит, что это сокровище – кольцо анваре. Она планирует затопить весь мир, пока не вернет кольцо. Духи не умирают, так что у нее много свободного времени. Хирага обещает вернуть сокровища, если она понизит уровень воды. Удивительно, но она соглашается. Она называет Хирагу Гандальфом точно так же, как это делала Фуки. Именно по этой причине дух воды легко доверяет ему. Дух воды рассказывает, что единственное известное ей имя бандитов – Кромвель. Хирага планирует найти Кромвеля и вернуть кольцо. Однако он не планирует делать это сейчас. Дух воды знает об этом и не торопится. В знак своей веры она отдает им часть своего тела, необходимую для того, чтобы разрушить любовное зелье. Они возвращаются в академию. Луиза наконец-то освободилась от влияния любовного зелья. Она возвращается к своему нормальному состоянию, но помнит все, что делала, когда была под воздействием наркотика. В итоге она снова избивает Хирагу. Они как раз в самом разгаре, когда принцесса входит в комнату через окно. Луиза хочет знать, почему принцесса пришла к ней в такой поздний час. Принцессе нужно срочно что-то сделать в тайне, и именно по этой причине она здесь. Принцесса сообщает своей подруге, что она приняла решение выйти замуж за представителя королевства Германии. Тристану нужны сильные союзники, и именно по этой причине она приняла это решение. Однако есть один предмет, который она хочет вернуть паршивцу. Она отправила письмо своему двоюродному брату, принцу Уэльсу из королевства Альбион. Она не может позволить, чтобы подробности этих писем стали достоянием общественности. Если это произойдет, ее предложение руки и сердца будет аннулировано. В настоящее время на Альбионе царит хаас, потому что некоторые аристократы поднимают восстание. Вот почему ей нужна помощь ее друга. Луиза без колебаний соглашается помочь. Как раз в этот момент в комнату входит Гиш. Он признается, что слышал все, о чем шла речь, но также предлагает свою помощь. Он хочет быть на службе у принцессы. Позже той же ночью Сиеста увидела Хирагу, который стирал белье, и извинилась за то, что была груба с ним, когда Луиза выпила любовное зелье. Позже она узнала, что Хирага не лжет. После того, как он закончил со стиркой, Хирага отправился в лабораторию, чтобы найти Кольбера. Ему нужно расспросить его о Гэндальфе. Кольбер объясняет, что существует четыре элемента магии – ветер, огонь, земля и вода. Однако существует пятый элемент, который утерян. Пятый элемент – это пустота. Легендарный маг Гандальфар – это тот, кто использует пятый элемент. Руна на руке Хираги напоминает руну Гандальфара, но на данный момент нет никаких доказательств того, что он действительно Гандальфар. Хирага чувствует какой-то запах в комнате. Кольбер объясняет, что неприятный запах исходит от крови дракона, который он владеет. Он работает над тем, как воспроизвести эту жидкость. Однажды на земле появились два дракона. Один из них исчез, а другой куда-то упал. Ему удалось собрать немного жидкости, которую они пролили. Когда Хирага возвращается в комнату, он обещает Луизе, что всегда будет защищать ее. На следующий день троице пора отправляться в путь. Накануне вечером принцесса подарила Луизе кольцо с рубином. Принцесса сказала, что это кольцо принадлежало ее матери. Принцесса также наняла телохранителя, который будет сопровождать их в поездке. После нескольких минут ожидания появляется упомянутый телохранитель. Он прилетает на летающем грифоне. Похоже, Луиза знает, кто этот человек. Он рыцарь-маг, а также жених Луизы. Он также является капитаном рыцарей-магов, и его зовут Уордс. Вскоре группа отправится в путь. По ходу путешествия Луизе становится все труднее поддерживать зрительный контакт с Хирагой. Вскоре они прибывают в город Ланоче, расположенный рядом с портом. Они останавливаются на постоялом дворе, где им предстоит провести ночь, прежде чем продолжить свое путешествие. Луиза замечает, что Хирага ведет себя по отношению к ней как-то странно. Она подходит к нему, чтобы поговорить. Она говорит Хираге, что ее помолвка с ним была организована ее родителями, и она не имеет права голоса, но Хирага отвечает только вздохом. После ухода Луизы Дельфингер дразнит Хирагу и говорит, что влюблен в Луизу, но он отрицает это. Вскоре после этого группа отправляется в кафетерий перекусить. Пока они там находятся, Уордс раскрывает свои намерения провести спарринг с Хирагой, потому что он ему интересен. Хирага принимает вызов, не раздумывая дважды. Когда приходит время ложиться спать, Уордс говорит Луизе следовать за ним в его комнату. Она сопротивляется, но он говорит ей, что должен сообщить ей нечто важное. Камера быстро перемещается по комнате, чтобы сделать второй кадр. Кажется, что Фуки преследует группу. Когда они добираются до своей комнаты, Гейша уходит, чтобы поговорить с девушкой, которая, по ее словам, привлекла его внимание ранее. После того, как Гейша вышла из комнаты, Хирага спрашивает Делла, знает ли он, как поживает Гэндальф. Делл отвечает, что Хирага и есть Гэндальф, и это единственная причина, по которой он согласился стать его партнером. Судя по всему, Делл знал Гэндальфа около 6 тысяч лет назад, и тогда был его партнером. Сейчас в комнате Луизы Уордс рассказывает ей о своих намерениях жениться на ней после завершения миссии. Делл говорит Хираге, что он попал к нему не случайно. Он должен был попасть к нему, и именно по этой причине он выбрал его в оружейном магазине. Делл сказал Хираге, что у него есть способность манипулировать оружием. Однако это относится только к предметам, которые предназначены для использования в качестве оружия. Причина, по которой Сияющий Меч сломался, когда он попытался сразиться с ним, заключается в том, что он не был создан для использования в качестве оружия. Он был просто украшением. Делл добавляет, что его навыки также имеют значение. Нет стопроцентной гарантии, что он выиграет любой бой, в который вступит. Ему все еще нужны навыки и стратегия. Уордс продолжает рассказывать Луизе о своих планах. Он собирается поцеловать ее, когда Луиза упоминает имя Хираги. Уордс делает шаг назад и решает покинуть комнату. Он считает, что Луиза уже влюблена в Хирагу, но она отрицает это. Уордс уверяет ее, что она полюбит его еще до окончания миссии. После этого он выходит из комнаты. Настало время дуэли Хираги и Уордса. Хирага бросается на Уордса, и он признает, что Хирага быстр, но ему все еще не хватает подготовки. Он говорит, что Хирага не выживет, если сразится с настоящим магом. Он сбивает Хирагу с ног и говорит ему, что ему нужно работать усерднее, если он хочет защитить Луизу. После спарринга Луиза находит Хирагу плачущим. Он смотрит в небо и плачет. Луиза спрашивает, плачет ли он из-за того, что проиграл бой, но он говорит, что нет. Хирага утверждает, что он смотрел в небо, и это заставило его вспомнить о своем доме. Он скучал по дому, и именно поэтому он плакал. Луиза знает, что он лжет, но он не готов принять это. Хирага кричит Луизе, чтобы она оставила его в покое. Перед уходом она говорит Хираге, что собирается выйти замуж за Уорда, и это ошеломляет Хирагу. Луиза уходит, а он остается там. Несколько мгновений спустя Гиж находит Хирагу. Он говорит ему, что им пора уходить. Как раз в этот момент позади них появляются Фуки и ее голем. Тем временем Уордс и Луиза уже направляются к пирсу. Уордс сообщает Луизе, что Хирага и Гиж вернулись в академию. Драка между двумя мальчиками и Фуки продолжается. Хирага отрубает одну из рук голема, но она тут же восстанавливается. Гуччи также вызывает своих големов-рыцарей, но они тоже уничтожаются. Тем временем Уордс и Луиза добрались до корабля и собираются уходить. Эти двое мальчиков понятия не имеют, как победить голема. Когда голем приближается к ним, появляются Табита и Керчи, чтобы сразиться с Фуки и ее големом. Фуки также понимает, что ее окружают охранники. Она немедленно улетает и сообщает группе, что успешно остановила их. Хирага заходит в гостиницу и администратор сообщает ему, что Уордс и Луиза уехали. Как раз в этот момент они поднимают глаза и видят, что корабль, на который они должны были сесть, улетает. Луиза и Уордс находятся внутри корабля. Хирага удивлен, увидев летающий корабль, и Керчи объясняет ему, что Альбион – это свободно плавающий остров. Когда корабль улетает, Хирага кричит от боли, зовя Луизу по имени. Луиза слышит свое имя, но не уверена, что это Хирага зовет ее. Подопечным удается еще раз убедить Луизу в том, что Хирага бросил ее. Это причиняет ей боль, и она соглашается выйти замуж за подопечного. Хирага понимает, что подопечный – плохой человек, и он сотрудничает с Фуки. Именно по этой причине она их задерживала. Он знает, что Луиза в большой беде, и ему нужно как можно скорее ее спасти. Следующий корабль на Альбион отправляется только на следующее утро, а это значит, что им придется подождать до следующего дня, прежде чем они смогут последовать за Уордом и Луизой. Пока они обсуждают это, из-под земли появляется фамильяр Гичи, Верданди, который является кротом. На корабле Уордс спрашивает Луизу, где принц, но она отказывается ему говорить. Она настаивает, что местонахождение принца – это тайна, которую Генриетта рассказала ей по секрету. Вскоре после этого они прибывают в Альбион. Они направляются к зданию, где предположительно скрывается принц. Их окружают рыцари, которые требуют рассказать об их миссии. Луиза рассказывает, что она посланница Генриетты, и ей нужно поговорить с принцем Уэльским. Она достает кольцо с водяным рубином, которое Генриетта подарила ей в качестве доказательства. Именно в этот момент предводитель рыцарей велит ей протянуть руку. У предводителя рыцарей есть кольцо, похожее на то, которое Генриетта подарила Луизе. Он говорит, что у него есть кольцо с рубином ветра. Два кольца соприкасаются друг с другом, и на них появляется радуга. По его словам, кольца передавались из поколения в поколение в обеих семьях. Он снимает свой шлем, чтобы показать, что он и есть тот самый принц Уэльский, которого они ищут. Луиза и Уэльс входят в комнату, где Уэльс отдает ей письмо, предназначенное для Генриетты. Затем он рассказывает, что организация, известная как Реконкиста, несет ответственность за гражданскую войну, которая продолжается в стране. После того, как Луиза выходит из комнаты, она сталкивается с Уордом, который предлагает им немедленно пожениться. Для Луизы это становится шоком, и она отказывается. Она хочет вернуться к Тристану до того, как выйдет замуж. Именно в этот момент Уордс обнимает ее и говорит, что она нужна Реконкисте. Она слышит это и понимает, что Уордс плохой человек. Она пытается убежать, но ее перехватывает один из товарищей Уорда. Он использует заклинание, чтобы держать Луизу под своим контролем, так что они могут делать все, что захотят. Несколько мгновений спустя Уордс отводит Луизу в церковь, чтобы киты могли соединить их как мужа и жену. Луиза чувствует, что ее заставляют сделать то, что она собирается сделать, но у нее нет сил освободиться от Чар. Дело уже почти сделано, когда Хирага врывается в церковь и останавливает церемонию. Он выкрикивает имя Луизы, и этого оказывается достаточно, чтобы разрушить влияние Чар на нее. Стражи задаются вопросом, как Хирага смог найти его. Он рассказывает, что за это они должны благодарить фамильяра Гиша. Уэльс потрясен, узнав, что Уордс сотрудничает с Реконкистой. Уордс вонзает свой меч в Уэльса и уничтожает его. Уэльс перед смертью снимает свое кольцо и отдает его Луизе. Обеспокоенный нападает на Хирагу, потому что он уверен, что сможет победить его. Именно в этот момент Хирага получает прилив сил из-за любви, которую он испытывает к Луизе. Его решимость и страстное желание защитить ее делают его почти неудержимым. Руна на его руке ярко сияет, и он бросается навстречу защитным чарам. Он наносит защитные чары на плечо. Защитники понимают, что им не выиграть битву и лучшее решение отступить. Он сообщает этим двоим, что выполнил две из трех своих задач. Одна из них – уничтожить Уэльс. Вторая – получить письмо, и он получил его от Луизы. Третья – жениться на Луизе, но это не удалось. Он использует заклинание разрушения здания. Он убегает из здания. Табита спасает Хирагу и Луизу. Они едут на спине фамильяра Табиты. Луиза просыпается и видит, что Хирага целует ее, но не останавливает его. Она наслаждается тем, что находится в объятиях Хираги. Луиза возвращается к Тристану с известием, что Уэльс мертв. Она дарит Генриете его кольцо и извиняется за то, что провалила свою миссию. Генриета обнимает ее и говорит, что она не потерпела неудачу. Слезы текут по их щекам, когда они обнимают друг друга. Позже Кольбер отправляется в кабинет директора, чтобы поговорить с ним и получить его разрешение отправиться на поиски павшего дракона. Директор дает Кольберу добро, но тот почти уверен, что он вернется с пустыми руками. Кольбер выходит из комнаты в тот самый момент, когда входит Луиза, чтобы отчитаться о своей миссии. Она спрашивает Осмонда, что означает потомок пустоты. Она услышала это от человека, который наложил на нее заклятие. Этот человек называет Луизу потомком пустоты. Осмонд объясняет, что пустота – это пятый элемент, и это шокирует Луизу. Она утверждает, что не может творить даже элементарную магию, и они думают, что она является потомком такого удивительного элемента. Затем принцип сообщает Луизе, что Хирага – это Гэндальф. Хирага и Луиза продолжают свои обычные отношения, как будто между ними ничего не произошло. Она дает Хираге новый комплект белья для стирки. Он как раз этим и занимается, когда к нему приходит Сиеста. Она сообщает ему, что собирается на каникулы в свою деревню Тауп. Затем Хирага просит Сиесту рассказать ему о ее прадедушке. Она рассказывает, что именно ее прадедушка был тем, кто летал верхом на поверженном драконе. Другой дракон исчез во время солнечного затмения. Поверженный дракон до сих пор хранится в ее деревне как семейная реликвия. Хирага заинтересовался этим и попросил Сиесту отвезти его в ее деревню, потому что он хотел бы увидеть дракона. Он не знал, что Гичи, Керчи и Табито слышат его разговор с Сиестой. Они планируют следить за дуэтом. Луиза расхаживает по полю, думая о том, как Хирага поцеловал ее, когда она увидела, как они вдвоем уезжают на лошади. Она начинает ревновать и идет к шеф-повару спросить, куда направляется Сиеста. Ей удается узнать, что Сиеста направляется в ее деревню. Вскоре после этого Хирага и Сиеста добираются до въезда в ее деревню. Хирага решает остаться у входа, пока Сиеста войдет в деревню, чтобы забрать карту, на которой указано, где находится павший дракон. Несколько мгновений спустя Сиеста прибывает с картой. Они вдвоем садятся в лесу, чтобы изучить карту. Они как раз в самом разгаре, когда появляются Керчи, Гичи и Табито. Они направляются к пещере, ведущей туда, где отдыхает дракон. Тем временем Реконкиста захватила Альбион. Проходя по пещере, они натыкаются на Кольбера, который тоже охотится за драконом. Оказывается, Луиза сейчас с Кольбером. Группа подходит к старому зданию в задней части пещеры. За зданием находится могила. Хирага обнаруживает, что надпись на надгробии сделана по-японски, и это облегчает ему чтение. Надпись переводится как «Морская пехота». Второй лейтенант Сасаки Такео спит в невидимой стране. Они открывают здание. Войдя внутрь, Хисага узнает, что то, что они называют драконом, является военным реактивным истребителем. Хирага дотрагивается до самолета, и его сила немедленно находит отклик в нем. Руна на его руке ярко сияет, как только он дотрагивается до самолета. И тут до Хираги доходит, что прадедушка Сиесты родом из Японии. Это означает, что Сиеста имеет японское происхождение. Кольбер указывает на то, что теперь Хирага может вернуться в свой Причина, по которой дедушка Сиесты не смог вернуться, заключалась в том, что он пропустил солнечное затмение. Другой его товарищ пережил его и вернулся домой. Все, что сейчас нужно Хираге – это солнечное затмение, чтобы вернуться домой. Луизе трудно двигаться, когда она понимает, что на самом деле может потерять Хирагу. На самом деле он может вернуться раньше, чем она ожидала. Тем временем Генриетта сообщила своей матери о статусе миссии, смерти Уэльса и потере письма. Ее мать сообщила ей, что Германия также отменила предложение руки и сердца. Для них это череда неприятных событий. Как раз в этот момент прибывает охранник, чтобы сообщить им о чрезвычайной ситуации. Позже Кольберу и остальным членам группы удается доставить реактивный истребитель в Академию. Хирага наконец-то понимает, что драконья кровь, о которой говорил Кольбер, на самом деле является бензином. Ему нужен бензин для питания самолета, и он призывает Кольбера найти способ воспроизвести его как можно скорее. Хирага заходит в кабину пилота и понимает, что каким-то образом знает, что делать, когда дело касается самолета. Дел сообщает ему, что руна на его руке помогла ему в этом. Самолет – это оружие, и именно по этой причине он может им управлять. Луиза стоит в отдалении со слезами на глазах. Она уходит, охваченная гневом и отчаянием. Как раз в этот момент появляется Гич, чтобы сообщить ей о чрезвычайной ситуации. Альбион переименовали в Реконкисту, и они объявили войну Тристану. Сейчас в Альбионе лидер организации зла встречается с Уордом и Фуке. Лидер организации носит кольцо, которое было украдено у духа воды. У них есть планы завоевать всю землю, и начать они должны с Тристана. Хирага находит Луизу, чтобы сообщить ей, что в ближайшие три дня произойдет солнечное затмение, и после этого он планирует уехать. Луиза делает вид, что ей все равно, и говорит Хираге, что он может уйти. Хирага уходит от нее из-за раздражения. Власти Тристана проводят военно-стратегическое совещание. Большинство аристократов призывают к капитуляции. Они считают, что Альбион обладает большей военной мощью, и для них будет лучше сдаться мирным путем. Генриэта вмешивается в разговор и сообщает своей матери, что она готова возглавить армию. Она хочет, чтобы они встретились лицом к лицу с Альбионом и показали, что они справятся с этой задачей. Ее мать согласна с этим. Позже тем же вечером директор сообщает ученикам, что школа будет закрыта до дальнейшего уведомления. Принцесса уже мобилизует армию для сражения. Луиза слышит это и понимает, что ей нужно быть рядом с принцессой. Она идет в свою комнату и обнаруживает, что Хирага уже спит. Она прикасается к его лицу и здоровается с ним на прощание. На следующее утро Хирага просыпается и видит рядом с собой записку. Он не умеет читать, но Дельфингер помогает ему. В записке сообщается, что его уволили, и он волен делать все, что захочет. Хирага встает и показывает Кирхе записку. Кирхе сообщает ему, что Альбион объявил войну, и Луиза отправилась сражаться бок о бок с принцессой. Кирхе не собирается уезжать, потому что она родом из Германии. На следующий день Альбион отправляет военный корабль в Тристейн, и первое место, которое военный корабль должен атаковать, это деревня Сиесты. Оказывается, лидер реконкисты Кромвель использует кольцо Андвори для контроля над военными. Генриетта и военные уже на пути в Тауп, чтобы вернуть деревню. На следующем этапе Кольбер наконец-то сможет воспроизвести бензин, а Хирага будет готов к отъезду. Как раз в этот момент он узнает, что на Тауп совершено нападение. Он меняется и решает, что ему нужно помочь деревне Сиесты, прежде чем он уедет. Он запускает самолет, но для взлета не хватает взлетно-посадочной полосы, и Табита вынуждена использовать свою магию, чтобы помочь ему. Самолет плавно взлетает. Табита призывает своего фамильяра, чтобы она могла последовать за Хирагой. Кирчи вынуждена присоединиться к Табите. Трио летит бок о бок друг с другом. Сейчас в Таупе военным приходится нелегко из-за вражеского военного корабля и их рыцарей-драконов. Луиза замечает, что затмение уже начинается. Несколько минут спустя Хирага прибывает на реактивном истребителе. С приходом Хираги битва принимает новый оборот. Он начинает сбивать рыцарей-драконов из реактивного самолета. Кромвель, Уортс и Фуки обеспокоены этим. Фуки и Уортс покидают военный корабль, чтобы разобраться с Хирагой, пока он не разрушил их планы. Уортс садится на своего дракона и отправляется за Хирагой. Хирага отбивает атаку Уорда своим мечом. У реактивного истребителя закончились патроны, так что у Хираги нет возможности сразиться с Уортсом. С другой стороны, Фуки вступает в бой с наземными войсками. Гиш собирается сбежать, когда появляются Табита и Кирио. Они останавливают его и заставляют присоединиться к ним в борьбе с Фуки и ее големом. Гиш создает лепестки вокруг голема с помощью своей магии. Затем он превращает лепестки в масло. Кирхи использует свою огненную атаку, чтобы поджечь масло. После этого голем рассыпается на куски. Фуки побеждена и она убегает. Гич бежит за ней в надежде поймать ее. Битва между Уордом и Хирагой продолжается. Уорд попадает в топливный бак самолета и бензин начинает вытекать. Он уже собирается прикончить Хирагу, когда на спине Сильфиды появляются Кирчи, Табита и Луиза. Кирчи использует защитное заклинание, чтобы вывести его из равновесия. Луиза спрыгивает со спины Сильфиды и Хирага ловит ее. Он поднимает ее в самолет. Уорд восстанавливает равновесие и идет за Хирагой. Хирага крепко обнимает Луизу и показывает, что намерен защищать ее всем, что у него есть. Именно в этот момент дуэт становится единым целым. Ее сила активирует мага пустоты. Она создает заклинание, которое ярко сияет в небе. Одним ударом Луиза разрушает защитные чары и уничтожает вражеский военный корабль. Луиза теряет сознание после использования заклинания. Хираге удается посадить самолет. Однако затмение уже прошло, и он упустил свой шанс улететь. Кромвель выживает после нападения и натыкается на Кирхи и Табиту. Он пытается использовать силу кольца против них, но появляется Гич и бьет его палкой по голове. Луиза наконец-то просыпается в объятиях Хираги. Она прижимается к нему и страстно целует. Она кричит, что чмокнула его в знак возобновления контракта. На данный момент мы подошли к концу нашего видео. Если оно тебе понравилось, не забудь поставить лайк и подписаться на новые видео.